Гамит Алибеков, уроженец города Каспийска, стал обладателем гранта на сумму 600 тысяч рублей в рамках Всероссийского форума «Территория смыслов». Каспийчанин представил авторский проект, над которым трудился с товарищами на протяжении пяти лет. На этом форуме я представлял проект под названием «Суперспортсмены России». В этом проекте ключевая идея заключается в том, что есть выданные герои студии Marvel, а есть реальные герои – это спортсмены. И мы этих спортсменов отрисуем как супергероев, далее проецируем их на тетрадки и эти тетради раздаем в школах. Пока ребенок контактирует с тетрадкой в течение двух недель, он запоминает того или иного героя. И нашей ключевой задачей было преподнести эту идею на форуме, грамотно ее объяснить, презентовать и заполучить грант. Среди 45 кандидатов команда «Гамида» выбилась четверку лучших. Изначально, отмечает художник, была уверенность, что все будет хорошо, так как в проект под названием «Суперспортсмены России» было вложено немало усилий и времени. Однако в финале волнение все же взяло верх и те эмоции, что испытывала команда, не передать словами. Сумма, которую выиграли ребята, была крайне необходима для того, чтобы масштабировать проект в массы и сделать его ежегодным. Мы выиграли 600 тысяч. Нам эти деньги нужны для того, чтобы напечатать 12 тысяч тетрадей. С этими 12 тысячами тетрадей мы должны распространить их в школах, показать эффективность данного проекта и далее включить этот проект в государственный план. Гамит Алибеков также является автором проекта «Живой карандаш», в котором объединяет искусство со спортом. Молодой человек влюблен в то, что делает, и старается привить это чувство своим ученикам. Их, к слову, насчитывается порядка 70 человек. Студия находится в Подмосковье, где и проживает Гамит на данный момент. То, чем занимается наш герой, вдохновляет начинающих художников развиваться в разных направлениях. И самое главное, Гамит получает так называемый фидбэк от детей и их родителей. Вы знаете, мы очень много уже перепробовали направлений, все не могли найти. У меня дочь очень любит рисовать именно простым карандашом. Здесь ребенок больше занимается сам, то есть ему дают технику, ему дают навыки, рассказывают, как это надо сделать, и ребенок сидит сам делает. И я поняла, все это наш. Мы вот в этом году сделали очень сильно прогресс, сделали ремонт своей студии, сделали сайт, подредактировали образовательную программу. Сделали мотивационную систему для детей, чтобы они не просто на рисование ходили, а у них был целый поэтапный план. Произвели огромную работу. Я считаю, что в следующий год он еще большую работу за собой преследует. Мы не просто обучаем детей, мы вовлекаем их в среду, в которой они будут развиваться как художники. Рассказывают очень интересно, все подробно объясняют. То, что можно раскрыться и рисовать по фантазии, тут можно рисовать как хочешь. Мне все нравится. Если нужна помощь в том или ином вопросе насчет рисования, то можно спокойно обратиться и тебе все расскажут еще раз. Для юных художников процесс обучения – это не только занятия в классе, но и всевозможные выставки с участием именитых спортсменов. То, что на данный момент имеет Гамита Лебеков – результат долгого и упорного труда. В начале своей карьеры молодой человек рисовал портреты любимых спортсменов и пытался вручить их в момент встречи на каком-либо мероприятии. Среди них Джон Джонс, Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Абдул Рашид Садулаев и многие другие. Мы каждый раз гнались за спортсменами, чтобы подарить им авторскую картину, отмечает Гамит. Вот это как раз было из-за любви. Я ни рубля денег не получал за это. И каждый раз я думал, вот надо с ним увидеться, подарить ему картину. Мне просто было интересно его вживую увидеть. Кто он такой, понять какой это человек. Я постоянно им какие-то вопросы задавал. Я всем задавал вопрос, в чем секрет твоего успеха. Это прям ключевой вопрос был. Мне интересно было, кто что скажет. То, что получалось встречаться с большими звездами спорта, Гамит называет судьбой. Так он объясняет все происходящее в то время. После первой грандиозной встречи с Джоном Джонсом, звездой UFC, все остальные встречи давались намного легче. Я был уверен, что у меня получится, поделился Гамит. Он вообще в восторге был. Вот Джон Джонс, мне кажется, так как он никто не восхищался нами. Вообще приятно, когда спортсмен, человек из другой деятельности, он это ценит. Вот эта вот эмоция, когда он берет картину, говорит, вау, круто, там еще что-то. То есть это очень приятно. Сейчас автор проекта имеет стабильный доход и помимо основной деятельности в студии занимается раскруткой своего бренда. Гамит выполняет любые работы на заказ, а также он вместе с командой разработал свой мерч и уже создал не одну коллекцию. Мы всегда делаем лимитированную коллекцию. Допустим, делаем там 100 футболок. И эти 100 футболок у нас очень быстро покупают. Вот буквально недавно мы сделали там очередную партию и буквально там за неделю их уже все раскупили. Получается, у нас вот крайняя модель была. Это порхай как бабочка, жаль как пчела. Вот эти футболки, их очень быстро купили. Это великая цитата Мухаммеда Али. Отметим, что полученный грант поможет талантливому автору развивать свой проект и привлекать как можно большее количество детей как к искусству, так и к истории российского спорта. Грант планируют начать реализовывать уже в сентябре. Победители форума в скором времени отправятся во Владивосток для обмена опытом и активного отдыха в кругу творческих людей.